Представляете, вот с Кураном знаете, как жить? Вот сейчас начнется тарабих намаз, будем читать Куран, да, или мы хотим открыть Куран, почитать после намаза, то есть и там обращение, мы должны с вами понимать, что это обращение Аллаха к нам. Бывает такое, когда ты ждешь письмо Ресалин, то есть какое-то сообщение от близкого человека, от любимого человека, как ты его с нетерпением ждешь, когда он тебе ответит, или как ты ждешь. Вот так же мы должны ждать вот это сообщение от Всевышнего Аллаха. На сегодняшний день даже из арабоязычных многие не знают тафсир, многие арабы не знают тафсир, поэтому Аллах говорит, например, в Коране, многие из арабов эти тафсиры не знают, Эти слова как бы даже арабоязычные люди не понимают значения. Почему? Потому что нужно изучать тафсир. Так же Адаму Тахакум Илей. Многие люди не возвращаются во время, чтобы взять какой-то хукам, ответ на вопрос. То есть, например, даже бывает, приведу вам пример, приходят, например, два бизнесмена, чтобы решить тот или иной вопрос, и приходят они в мечеть уже как на последней стадии. Давай по шариату, брат, решим. Вначале там они между собой пересудились, там друг друга обидели и так далее. Уже никак не получается хак забрать. Давай в шариат. В конце уже приходят мечеть. Надо с этого же начинать. Надо Аллах в Коране говорит, Если вы в чем-то спорите, разногласите, вернитесь к Аллаху, к Курану, к Расулу, и к Сунии, посланник Аллаху, саламу, саламу. Всевышний Аллах говорит, кто же может быть более красивее, чьё же более прекраснее может быть хукм вынос решение, чем как не решение Аллаха, для убежденных людей. Много людей не подчиняются приказам Курана. Например, Всевышний Аллах говорит в Коране, Говорите людям прекрасные, хорошие слова. Видишь, человек идет материться, ругается, обзывает, унижает словами и так далее. В тот момент, когда Всевышний Аллах говорит, говорите людям благое. Или Всевышний Аллах в Коране говорит, Сами себя не уничтожайте своими руками. Смотришь, человек сам себя уничтожает. То есть, имеется в виду вредные привычки какие-то у него там, курить там или алкоголь выпивая, астахфурллах. Аллах ему говорит, сам себя не уничтожай. Это тело не твое. Аллах, этот разум не наш, это не нам принадлежит. Мы принадлежим Аллаху. Аллах нам дал. Мы принадлежим к Аллаху. И к Нему мы возвращаемся. Или, например, Аллах в Коране говорит, Обращайтесь к своим женам справедливостью. Видишь, астахфурллах, иногда удивляешься, когда в некоторых мусульманских семьях там, а ты кто такая там женщина? Ты вообще там, астахфурллах, не кто ты там, как я скажу, там идет, пинает, бьет и так далее. Такие часто бывают из практикующих мусульманских семей. А где тогда Коран у тебя? Ты где-то его берешь, а в другом месте ты оставляешь. Субханаллах, так не должно быть. И также, Это что? Когда человек не берет Коран как исцеление. Аллах в Коране говорит, Субханаллаху ата'аля, Скажи, поистине он для верующих указывает прямой путь и дает исцеление. Коран дает исцеление. Также Всевышний, Субханаллаху ата'аля, в суре Талия Исра сказал, Субханаллаху ата'аля, height и дает исцеление. Неспосылаем мы из Корана, То в чем есть исцеление, шифа и милос для верующих. В аханаллаху ата'аля, салаллаху ата'аля и салам, Юргий в Коране. Коран дает Исра посланник Аллаху ата'аля, Whichtал рукья, лечил через Коран. Если вспомним Абу Саидил-Худри, Кама фи сахих, Ракарежулен усейбалелы, Биладгатин, Фааргаву бисуратил фадиха. Как Абу Саид Аль-Худри Один из подвижников Одного человека Ужалил скорпион И он прочитал ему руки Семь раз Сурат Аль-Фатиха Опять же Сурат Аль-Фатиха Семь раз Сунны Именно из Сунны читать Если через Сурат Аль-Фатиха Семь раз, не три раза, а семь раз Почему? Потому что Аллах в Коране говорит Мы тебе не спослали Семь аятов И Великий Куран То есть смотрите, Аллах Субхану Ва Таиле Хотя Фатиха из Курана Но Аллах Субхану Ва Таиле Из ее величия, этой Суры Он что сказал? Мы тебе не спослали Семь аятов И также не спослали Куран Хотя Фатиха она в Куране То есть из ее величия, Аллах Субхану Ва Таиле Отдельно принес Семь раз прочитал Сурат Аль-Фатиха И Аллах Субхану Ва Таиле дал этому человеку Исцеление от жала скорпиона В тот момент, когда не было медицины В тот момент, когда медицина была беспомощна Потому что не было даже в тот момент Каких-то там лекарь, чтобы исцелить его Как-то сделать именно Кураном Аллах Субхану Ва Таиле дал исцеление Поэтому Куран лечит, Алхамду Лилля И на это уже доказывают На это есть доказательства Много доказательств даже из медиков Из мусульман и из немусульман Из мусульман и из немусульман Поэтому Вот Шейх Абу Анас у нас вот друг Как раз Ракий, который Рукий читает Уже на протяжении 30 лет Наш близкий брат Он говорит то, что многие Вот бывают в больнице, которые лежат Вот и ко мне мечеть, в Аллахе Я говорю как Аманат То есть это Многие приходят в больницу Мечеть После больницы и говорят То, что В Аллахе, мы все анализы сдали Все нормально Но все равно что-то я чувствую со мной не так И после Шейхану Куран Аллах дающийся Есть, да Есть болезни, которые нужно лечить Через медицину Но есть болезни, которые Медицина не справляется Только Слово Всевышнего Создателя Аллах Субхан Анатоле Шифа Исцеление Поэтому даже Аллах Мой отец Аллах Когда я лежал в коме Даже тогда уже Мне врачи сказали Это какое-то чудо Каждый день ему читалось Куран Наливалось замзам И Каждый день рука я читалась И даже главврач Валлахи 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 Подошел ко мне Говорит Мы уже Он уже тут 20 дней лежит Мы его Как вы привезли На второй день Думали уже похорон Это для нас уже чудо Что он как бы даже в коме В таком положении жив Потому что Мы ему всегда Куран читаем И он мне ответил Говорит Я сам христианин Я тоже верю в Бога Поэтому я знаю Что есть чудо от Бога И поэтому Вот это чудо Именно Как говорить от Бога Мы это с вами понимаем Мусульмане Да это и есть Куран Это именно исцеление Но Помимо того Куран Это исцеление Для чего Для сердца Мусульмане Мусульмане